ПЕСНЯ Отец наш небесный, Господь и Бог, давший нам жизнь и собравший нас под кровь дома сего, благослови нас в них, Святое Евангелие, Святые слова, дабы Дух Святой раскрыл нам таинственные, что относятся именно к нам, ибо в день суда припомнится все, что мы сделали худого и доброго, достаточность пути света, благословения, терпения, воздержания. Укрепи нас через Слово Твое. Хвала Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Жара такая, насколько, и вздыхательный еще. И все эти губы. Многие атмосферы. Пятая глава, двадцать девятые и тридцатые стихи. Если же правый глаз Твой соблазняет Тебя, вырви его и брось от себя, и получи для Тебя, чтобы погиб один из членов Твоих, а не все тело Твое было ввержено в гиену. И если правая Твоя рука соблазняет Тебя, отсеки ее и брось от себя, и получи для Тебя, чтобы погиб один из членов Твоих, а не все тело Твое было ввержено в гиену. Толкование. 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 Спаси Христов, Валентина Ореховна. Благодарю за поздравление. И вас также. Сереженька рядом сидит тут. Чем человек от меня. У него все в порядке. Веселый улыбается. Ну, благодарю. Спаси Христос. У нас занятия идут сейчас. Храни Господь вас. Так, вопрос понятен? Я к каждому стиху Писания подставляю Слово Божие живо и действенно. И оно обостреет всякого меща обоим до острова. Проникает на разъявление души и духа составов и мозгов. И судит помышление и намерение сердечно. Помышление просто бродило. Намерение уже точно к цели. И оно судит. Не надо делать. Как ты применяешь это Слово к себе? Вырви глаз твой. Я напоминаю рассказ очень хороший. У Лескова. Как его звать был? Кто знает? Звать величайно Лескова. Николай. Николай Семенович. Это один из лучших писателей России. Попутно сказать. Когда Ленину принесли на утверждение памятников в разных городах, которые заявили. Нам такой памятник надо. Он выщен не только Лескова. Он знал всю церковную жизнь. Из церковной среды. И теперь священники просто ненавидят его. А он как умер. Он без покаяния. Откуда они узнали это? Архиерейские вот эти поездки. Миссионерские. Это все он написал. Левша. Это он написал. И гора. Гора. Там такой случай был. Никто не мог сделать. А к нему пришли. И он буквально шином себе глаз выколол. И гора сдвинулась. Вот смысл тот. Здесь не о членовредительстве говорится. Я ставлю вопрос. Почему правый? Здесь говорят лучшая. А почему лучшая рука правая, чем левая? Вопрос. Да, говорю. У вас голоса есть? Но. Почему правый? Блашинскол у нас правша. Блашинскол. И правой рукой чаще всего. Так? А левая это редкий. Здесь говорится лучшие друзья. Теперь ты к себе применяй. Когда ты уверовал? Ты говоришь а я уже 15 лет. За 15 лет какие у тебя были в переписке? Приезжали друзья. Кому-то ты заезжаешь. Беседовал на дороге. Кого-то знаешь. Смотрел артистов. Нелищные встречи. Кого-то отвергло и выбросил. То есть смотреть любила. Ты бы этот мир видел через их объяснение. Они были тебя как зрением. И ты его вырвал без жалости. Смотрите. Требование вырвать. Не просто прибыль. А потом открыть. Вырвать означает навсегда. Никогда уже не увидишь. От рубля на руках не возвращается. Да. Но только по делу говорить. Когда у тебя в жизни было такое, что слово Божие оно заговорило с тобой и вот это на тебе исполнилось. Хорошо запоминается то, что по тебе прокатилось. Вот что мы делаем сейчас с дамбами. Три дамба на трех прудах. Вы еще этого не видели. Мы делаем все так сказать туфта. Такое слово. Почему? Надо бетонировать, а мы деревянное делаем. А бетонировать возможности нет. И весной вода пойдет и у нас может на дыбы поднять эти наши короба и вывести. Поэтому я хочу приехать раньше сюда, чтобы регулировать сток воды. удастся ли это. То есть это очень необычное, что мы делаем. И теперь забыть их я никогда не забуду. И вы не забудете. Если все поднимется, как думаешь, выправится, ты скажешь, это я узнал. Вот так слово Божие. Правый глаз. Объясняй. В твоей жизни было так? Да. Где и как? Безбожные друзья, которые соблазняли меня на грех и подсек и все. Что ты, Надежда Васильевна, там хотела? У меня то же самое, когда все дети я оставила, они приходили ко мне в школе, друзья, которые были, я работала. Они приходили, звали в кино, в театр, потому что я любила в театр ходить. То я отказалась, и они от меня отказались. И все, мы больше... И обратарья двоюродные все, и сестры, они говорят, нам такая сестра не нужна. Мы знали тебя в прошлом, какая ты была, а сейчас ты не нужна. То есть я начала всем свидетельствовать. И они меня тоже отсекли. Они тебе были близкие? Ну, двоюродные братья и сестры. Все понятно. Следующее. Кто хочет сказать? Кто уже сказал? Я вопрос. Ну, все. Так, кто хочет сказать, как у него в жизни вот этот стих исполнился, и потому он очень сильно заполнился. Было мне тяжело расстаться с чем-то. Переписка была с кем-то там, говорил, кто-то соблазнял, звонил, отрезал, все кончено на той стороне. Мы два мертвеца. Мир для меня мертвый, я умер для мира, и мир для меня, Павел говорит. Давай, Блодик. Ну, у меня тоже сам могу засвидеть, что все безбожные друзья отошли сразу. Как я начал Библию читать, так они сразу отошлют меня. Ну, и почему здесь я нахожусь тоже, даже я родственников пришлось отсечь, раз они за Христом не последовали. Так, у меня вопрос сразу к вам. Без всяких подвохов. Вы где-то так круто, почему меня Мороз не берет? Все одеты. А внутри огонь разница? Ну, почти все. Внутри огонь разница. Внутри огонь горит. Я сейчас хотел сказать, вот этот огонь, кому передался, и кто она принял. Главное у меня это пропуть и благовестие. В своей жизни он на деле испытал, что это так. Воспользовался трудами, которые из-под моей руки вышли. Что-то насчитанное было, 50 книг. Книгами, методом подхода к людям. Пожалуйста. Подойди поближе сюда. А ты дальше говорим, расскажи, это полезно для всех. Давай. У нас в Новосибирске на престольный наш праздник, это Рождество Богородицы. Устраивается ярмарка, как бы свои для своих. Хорошая традиция, куда бы нет. В этой ярмарке в этом году участвовал я, у меня были всякие глиняные изделия, витражные картинки, и самое главное, конечно, с крестами, с моими, в которые крест распятия меня не пустили, так как они не нашли. Ну ладно. Я сделал рамку, купил рамку большую, позолоченную, написал крупными губами Библию, пошел, купил флешки, флешки красивые, хорошие, и написал туда Библию, которую Игнать Тихонович начитал, последнюю начинку. Написал полное собрание, 77 книг, и раздавал их бесплатно. Ну, почему бесплатно? Потому что есть с кого брать пример. Как бы просто в своей жизни чуть-чуть немножко принять посильный труд в распространении, хотя бы этим. Пусть я вообще никакой, но хотя бы чуть-чуть кому-нибудь, конечно, люди подходили и брали. И удивлялись, очень сильно удивлялись, спросили, можно ли достать еще Зватаулу, что там житья, я говорю, можно, ну, надо этим заняться, у меня не было времени. Но Библию у меня брали. Переписывать можно, у нас в личном взять даже диски, переписать и Библию, это сказать, и Жития Святых, и уже оцифрованное, и Златоуст, и Добротолюбие, ну, и другие книги. 50 томов еще насчитано. Отдельно там правда попал вакуум. Просто в нашу церковную лавку привезли Библию на пяти дисках. А я так как в церковном совете состую, я говорю, это совершенно нельзя так делать, потому что это дорого, это неудобно. А флешка удобна. У всех есть компьютер, в машине. Я вот езжу на работу, в течение года я три раза полностью прослушаю Библию. Сказать по-честному, что я его просто взял бы прочитал, да нет. Ну, прослушать, и по крайней мере любой разговор, я знаю, откуда это говорится, что за история. Я так же людям объяснял, я не с такими удивленными глазами, и знаю, что Игнатий Тихонович, о, мы знаем, потому что читает нейтрально, там не надо интонация, но я еще все рассказывал, рад. Так что, спаси Христос. В Барнауле, спаси Христос. Представительство президента Российской Федерации, я зашел, я говорю, я просчитал, что Владимир Владимирович говорит, когда я лечу в самолете, у меня есть время посчитать Библию. Пять ответ добавил. А считает он или нет? Время есть. А считает он? Я говорю, у меня диски насчитаны где-то. О, так вы сами ему и пошлите. Ну, я послал, получил ответ, что получено. Показали вот этот трехтомник, и его библиотеки эти стоят. Так, кто еще, как воспользовался тем, у меня сегодня памятный день моего обращения, ровно 53 года в 5 часов вечера будет, как я в Евангелии впервые в жизни получил в руки. Как воспользовался, где? Как распространил это? Ну, у меня примерно так же было, когда в техникуме учился, то есть, друзьями не назовешь, как бы товарищи, с которыми общались, там, в гости ездили, вот, а потом, когда вот уже перед женить в этом, как-то у меня, ну, не знаю, я сам по своему даже духовному состоянию больше как-то стал в этом, и все, и как автоматически они, эти друзья, отсеялись, и потом даже уже там узнаю, что вроде обиделись, почему там на свадьбу не пригласил, а я даже про них уже и сто лет уже не помню, уже абсолютно неинтересно, то есть, ну, как люди с другой планеты, неинтересно с ними, все уже. было так считаю. Я тогда работала в школе, то тоже детские распространяла, и книги Игнатия Киркловича распространяла, и они очень довольны были, до сих пор они вспоминают, чем. Матфея 5 глава, 31 стих. Сказано также, что если кто разведется с женой своей, пусть даст ей разводную. Второзаконие 24.2. Толкование. Моисей повелел, чтобы возненавидевший жену свою развелся с нею, дабы не случилось чего-нибудь худшего, потому что возненавиденная могла быть и убита. Но такой обязан дать разводную, которая у них называлась отпускной, так, чтобы отпущенное уже не возвращалось к нему, и не произошло смуты, когда он стал жить уже с другой. Ну, тут очень близко к мусульманскому. Там построже немного. Если три раза сосед услышал, развожусь, вот я слышу, развожусь, все, она не имеет права уже войти в дом. Прямо с этого момента она обязана выйти со двора, и все кончилось. Никакого права у нее нет. Совершенно. Поэтому на ней сережки, все висит, ожерелье, подарки, она все время гремит, ими все с ней. Она в любой момент ждет быть выброшенной. Главное, чтобы у нее одновременно не было больше четырех жен. Пять это нарушение. Почему? А Магомед, их руководитель, их основатель, он имел одну жену. Она намного старше его была. Ну вот товарища у него на фронте убили. Она в давах пришла. При чем тут я? Ты войну начали? Он говорит, хорошо, заходи в дом. С другим товарищем случилось, он ее также принял. А если бы он жил дальше, как считается, что выпил не тот напиток, то, может быть у него 44, они на этом восстановились. То есть закон писался в зависимости от его прихоти. Об этом везде пишут. Никакого секрета в этом нет. Вот так. Он провел 72 войны, Мухаммады, и только две оборонительного характера. 70 наступательного. Грабежи, караваны грабятей. Нам, христианам, это абсолютно не подходит. Притом, необъяснимо, как вот она ушла, разведена. А теперь вернуться назад может только тогда, когда принесет справку, что она выходила замуж, была другого, тогда только вернуться. А просто к нему вернуться уже нельзя. Между ними должна быть прокладка из чужого мужика. Это даже придумать нельзя. У нас во второй главе Ирины написано, если она ушла и стала женой другого, может ли она вернуться к мужу? Ответ нет, иначе развратилась бы вся земля. То есть у нас абсолютно разное понимание. Вот спрашивают тут сегодня, мусульманах. Ну, понимаете, какие законы? Это не наши законы. Совершенно. И люди, которые защищают и говорят, у нас нет призыва к войне, они просто не считали Коран. Прямой призыв. Христиане, это отступники, они не знают, языкщики должны быть уничтожены, если не примут, и прочее. Показывают. У них там, допустим, Тунис, человек Библию считал. Каким пальцем листам Библию он показывает? И вот на мелко, так вот искрошено, еще чем-то засыпано, чтобы не заживало. Это как лапша палец весь. Даже смотреть страшно. А другой распятый на кресте тут же. Непрерывно идет война, а может быть по-другому? Не может. Не может. У них есть руководство. И они поступают согласно по их позиции в разумении. Правильно. Да тогда нам не выжить. А зачем выживать? Мы идем на небо. Нам не поставлена задача выживать. А задача достичь неба. У нас выхода никакого нет, только взойти на небо. А они говорят, мы захватим весь мир. Не получится. Евреи придут во весь мир. Мы знаем расклад. 13 глава откровения. А как будет с мусульманами, не знаю. Ну, думаю, эту мечеть, которая там на месте храма взорвут, уберут, будет храм. И так руководители подведут, что они примут антихриста. Примерно, расклад такой. А христиане? Быстрее всех примут антихриста православное. А кто это говорит? Осипов, Алексей Юрьевич. Им все надо канонизировать, царя, романова рода. Вот он как раз и придет и докажет. А они спят и видят царя над собой. Помазать им надо руководители. Дальше. 32 стих. А я говорю вам, кто разводится с женой своей, кроме вины прелюбодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать. А кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Толкование. Господь не нарушает Моисеева законно, но исправляет его и запрещает мужу ненавидеть свою жену без вины. Если вы оставите ее по уважительной причине, то есть за прелюбодеяние, не подлежит осуждению. А если не за прелюбодеяние, то подлежит суду, потому что тем заставляет ее прелюбодействовать. но и тот становится прелюбодеем, кто возьмет ее, потому что если бы никто не взял ее, она, быть может, возвратилась бы прежнему мужу и покорилась бы ему. А христианину должно быть миротворцами для чужих, тем более для своей жены, которую Бог совокупил с ним. Вот вопросы здесь говорят. Тогда он свободен. Но свободен от чего? От жены? Чтобы не кормить и не выдавать ничего? Отправить ее за дверью? Или свободен жениться снова мужу? Тут одно бы слово Христос сказал, все ясно. А что говорит, я свободен, могу снова жениться? А куда деть такое, если при живой жене женишься прелюбодеи? Это, то куда деть? Никак. Да коли она жива, и поэтому брак, кажется, по-итальянски, социальянски, там, говорит, отпускной, чтобы не было чего хуже. А чего хуже? А чего намекает? Отпускной, письмо написать, чтобы не было чего хуже. Вот сейчас считали мы. А чего хуже? То есть убийство. Он от нее избавиться не может, поэтому убить. Два раза картошку пережарила, вон отсюда. У них все расписано. Какие причины развода? И ты свободен, заново жениться. Сколько в прошлый раз ты считал? Одиннадцать? Или тринадцать? Двенадцать. Двенадцать причин сегодня придумали. У Бога показана одна, при живом мужа она выйдет, при живом, не при, когда он прелюбодеет. При живом, если она выйдет замуж, называется прелюбодейся. Ты эти слова совмести, и ты увидишь, что ты свободен выпроводить ее из дому, ее вещи вернуть ей. И остаться один, пока она не умрет. только если она уже спуталась окончательно, вот и хорошо написано Достоевского. Она вспыхнулась, он ее оставил, она со студентом где-то там на чердаке была. А у него пара появилась, он никак церковь его не венчает. Наконец она умерла там, закалела, и он бежал по городу, по улицам и кричал, ныне отпущаешь раба твоего, владыка, по глаголу твоему, с миром. То есть теперь новая у него наковальня, снова его заковывают в другое, как написано у Яна Амаса Каменского ярмарка суеты. Тащится, он идет, она тащится, она сопротивляется, иначе бы она покорилась, если ты другую не принял, то есть за непокорство. Она еще ни жени, ни замуж не вышла, а уже все, она равна. У нас разговор идет, непрерывно об этом, она равна. А в чем она равна? Златоуз говорит, в доступ к чашек покаяния. Все, крещение. На этом кончилось. Учить жени, не позволяя не властвовать над мужем, а быть безмолвее. Выполни вот это. Твое имя в аналлах христианства 21 века запишется. Не получится. Она будет гудеть по-своему, давить, ничего ты не сделаешь, если ты подкаблучник. Самое страшное, когда муж подкаблучник наследует злой характер женщины. Это Аспель Семеглава родился новый. Сказал муж, прислушився, промолчи, потом ты увидишь. Он не прав. Сумеет это сказать в тишине дома. Нет, значит нет. Соглашайся. Вот мы так сделали. Все. Мы против того, что принято так называемый акт о каноническом общении. Но сразу добавили, какое бы решение Силот не принял, мы покоримся. Дабы не вырваться всех. Вот вы же сами говорите, я открыто говорю, мы потеряли бы все. Если бы мы не покорились, сказали, ну как некто, мы шли в другие места. Московская патриархия безблагодатная, за что у нас бы не было ни этого общения, ни встречи в епархии, к нам не приезжают, и мы не можем принять благословение. Ну старобряться, такой путь. Призбрали, и все. Ты вот все это примени к себе. Я этот стих применяю к сегодняшнему нашему положению в церкви. Ты свободен, свободен оставить ее, проще сказать, изгнать из дома. Ну а дальше ты живешь один. Вот я знаю таких христиан. Она поехала в отпуск, и там спуталась, ну на курорте места разврата. И на этом все закончил. Домой нет, все на этом конец. Подавай на развод, развелись, и на этом все конец. А другой, та же история. Христиане, оба христиане. Он, я говорю, простил. Простил, сейчас живут, вместе в церковь ходят. А какой вариант лучше? Какой ты изберешь и выдержишь до конца? Тебе дано право развестись. Но отношения разные. Если он изменил, ты тоже можешь выйти от него. Но Василий Велик говорит, но и тогда не даем совета. Прости, в жизни все меняется. По отношению женщин, она впала в прелюбодеяние, отлучается на 9 лет. Примерно сказать. Муж тоже самое изменил ей на 7 лет. Да какая разница это? Василий Велик говорит, несправедливо, но по-другому нельзя. И приходится довериться. Ну, несправедливо, явно. Как это так? Тут все учитывается. Статус, положение. Вот дерзость, говорит. А она везде одинаковая. Не одинаковая. Одно дело, я надерзил сейчас брату. Да это не подойдет. Он мне надерзил. Я ему не могу надерзить. Хамство, когда младший старшему хамит. Я ему не могу хамить. Я его получаю как угодно толкую. Но нигде в книге нет, чтобы хамил старший. Ну, а дальше уже обстоятельства показывает. А вот я теперь дерзко разговариваю со священником. Это уже другой статус. Я дерзко разговариваю с митрополитом, с патриархом. В глаза ему начинаю не обличать, а дерзить. Не противоречить. Ну, слово дерзкое, понимаете. Это уже другое. А если я там президенту где-то грозит срок. Если я перед царем, да буду так вот говорить. Поэтому слово дерзость имеет еще поэтапный переход. Кто это? Ну, и, конечно, почему. Считай. Еще слышали вы, что сказано древней, не приступай к клятве, но исполняй пред Господом клятвы твои. Толкование. То есть, когда клянешься, верно исполни то, в чем клянешься Господу, ибо если нарушишь клятву, будешь осужден. Все? Да. А дальше? А дальше 34-37 стих. А я говорю вам, не клянись вовсе, не небом, потому что оно престол Божий, не землей, потому что она подножий ног его, не Иерусалимом, потому что он город великого царя, не головой твоей не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но да будет слово ваше «да-да», «нет-нет», а что сверх этого, то от лукавого. Толкование. Так как иудеи слышали от Бога «небо престол мой, земля подножий ног моих» Исаия 66-1, то и клялись сими предметами. Но Господь воспрещает им это, впрочем, не потому, что небо прекрасно и огромно, а земля полезна, а потому, чтобы не подать повода им к идолопоклонству, так как эти предметы у клянущихся ими легко могли быть признаны за Божество, как это прежде и было. Один Бог клянется самим Собою, потому что не зависит ни от кого. А мы как можем клясться своей головой, когда не имеем власти? Мы не свои. Если же думаешь, что голова есть твоя собственность, то перемени, если можешь, хоть один волос. дабы ты не сказал, как же мне поверят? Он говорит, поверят, если всегда станешь говорить правду и никогда не будешь божиться, потому что никто так не теряет доверия, как тот, кто часто божится. Божба, кроме да и нет, есть дело излишнее и происходит от дьявола. Но ты спросишь, неужели и закон Моисея был худ, когда повелевал клястья. Знаешь, что и то время божба не составляла худого дела, но божиться после Христа есть дело уже худое. Подобно, как обрезываться и вообще иудействовать. Сосать грудь младенцу прилично, а мужу непристойно. Мы более не под законом, но под благодатью. Закончили. Ну, будет, да. Вот относительно клятва, Иоанн Зотоуст говорит не десятки, наверное, а сотни раз. Кто клянется, за порог храма не пущу. А сегодня я клянусь головой или с чем-то еще в армии идет. Священник принимает присягу, присяга и есть клятва. Когда его священники он пополагает. И обойти нельзя. То есть клянуться на Евангелие президента в Америке. Он руку кладет на Библию. Клянусь исполнять. Какого? У нас в России президент кладет на Конституцию большими буквами, напечатанным. Принимал когда президент и руку. Клянусь. Клянусь. У нас не разрешается клянуться на Евангелие, в котором написано не клянись. А как тогда? Да и нет. А ты дай утверждение. Вот слово мое да. И так приучите всех, что от тебя никогда ложь не выходит. Вот у нас сегодня маленький пример был. Я одного брата обличил во лжи. Прям ну кажется обнаглую солгал. Но потом вот сознался. О ком я говорю? Подними руку. Расскажи, а в чем делал? Мы спросили, взял я проволоку. А я не взял и рассказал. Да ты почему начинаешь не оттуда? Ты понимаешь, взял проволоку, ну кто понимает, проволока лежала. Батюшка выезжая сказал, у меня в сарае там мотки проволоку, алюминий. А мы везде перевязываем эти жиржеты там. Возьми, забери. Там гвоздей дал таких я пошел вытащил. Вытащил и наклонил здесь-все крыльцо. Ты идешь утром. Я говорю, Никита, вот эти мотки, они не тяжелые. Ты должен принести скворечнику туда. Ты видишь их, смотри, не забудь. Ты вот это предисловие ты никому не говоришь. Это хитрость тоже своего рода. Теперь понятно. Ты заходишь, мы работаем, нам для работы надо. Ты дал обещание, я подтверждаю, не забудь. Ты говоришь, да, теперь я вижу, ты уже на улице, вышел там. А где проволока-то? Почему я не взял? Ты что мне ответил? Он что взял? Нет, а ты сказал, важный вопрос решался, я хотел его послушать. Я говорю, ты ее забыл? Я вижу по глазам, я уже знаю маленько, забыл, зачем ты меня обманываешь? А ты мог сказать так, я послушаю сейчас, и как только расходиться будет, я тут рядом, недалекко, хорошо, что напомнили, я просто забыл. Это так и есть. Так я говорю, нет? Так. Но ты начал говорить, мне не так, а я ее не забыл, и дальше начальность наоборот, и надо придумывать. Не надо никогда прямо открыто сказать, да так, я забыл, ничего в этом удивительного нет, но я сейчас сбегаю. Я его сегодня наказал, конкретно. Он постановили так, вот рыбак, он не знает, теперь мордушку ставит, помаленьку ловит, гальян, как Аганя Сескова, лучшая рыба, какая она видала в жизни, гальян. Из него выдавливаешь, а он в зиме нагулял жиру, живот полный, жир, просто сало у него. Я говорю, а кишочки-то там еще там где-то травинку клюнет, у него ничего нету. На этот, называет листик, противень, так, Лихита, давай, на два листика положил, бумажей на один противень, поставь духовку, и высохнет, мы посмотрим, что от нее останется. Проходит пять дней. Я спрашиваю, ну и как высохло? Володя засмеялся, и что? Даш, еще получилось? Кот съел ее. А второй раз поставили, кот съел у него. Как? Он поставил духовку, которая электрическая не включается, а которая горит, он в печку несул, поставил пять дней квасил. Ну как она может там быть? Ну я смотрел, что там могут черви завести, себе, человек, рыба вся из червей состоит. Зачем? Он не знает, что сушится в жару где-то. Но его надо наказать за это. Второй вчера сделали так, прихожу тебе, покажите, а он там все посушил, вытащил, поставил, ушел, а у нас там кот приходит, нету. Кот слесел, а кот ухомолился, да я умнее тебя. То есть отношения, он никогда не за скотиной, ест. Но зачем ты поставил? Глаза в разбежку. Не знаю. Мне надо наказать. Я говорю, придумай адекватное наказание, то есть равное этому нарушению, он не может придумать. Ты что сказал? Ваше решение это. Я говорю, вот что, около бани, там доски лежат, а на доске лежит старая мордушка. Теперь ставь две, чтобы потерянное восполнить. Это как раз по этому делу. Ты уже знаешь, как каждое утро ходишь и быстренько восполнишь потерю. Адекватное? Ну, потерянное и вернуть. Он говорит, это что, пойти там на бане, на бане вместе собрался. Да на бане только ворона сидит. Я говорю, а колобаня? Наконец натолковали мордушку принести, не знаю, сделать и нет вы ее. То есть любое дело должно рассматривать, ты для Бога делаешь, для каждый день тренируемся. Из ничего сделать что-то полезное. Дальше. Дальше идет комментарий. Царская Россия именовалась православным государством, но несмотря на это принуждала всех своих подданных и православных и неправославных клятв при поступлении на военную и гражданскую службу. Так, я спрашиваю Дмитрия Устиновича. Сын ваш служил, принимал присягу в Греции? Он должен. Все же принимают присягу. Нагадан, так? Клятва. А как я знаю, Греция чуть не единственная в государственном масштабе страна. У них священники получают дарплату как государственные служащие. Так? Так. Вот это я сказал. Тут ничего нет. Кажется, они бы теперь православные у власти должны как наблюдать еще подобное. Все по-мерзки идет. И клятва даже принимается и все. Так как присяга была не просто торжественным обещанием, но в ней присутствовали слова клянусь, клянусь, клянусь. Божими губами, божиться после Христа есть дело уже худое. Это слова взяты в толкование Божима Хопилак. Я толкую не Библию, я просто расширяю комментарии и даю на то, что сказал Божима Хопилак. Несколько раз. Повторяю слова, чтобы вдолбить. Худое, худое. А то ей Богу говорят. Никогда не говори так. У меня например нет, но Божицы так было. В новой редакции есть, а в нем нет. Выделено? Ну наверное. Слова добавлены? Да, может быть, несколько слов. Где-то в трех местах я добавлял комментарии потребовалось. В связи с этим православные Богословы вынуждены были оправдывать такие противоевангельские поступки, говоря, что запрещается только клятва ложная. Такие объяснения мы можем увидеть и у протеерея Григория Дьяченко, у архиепископа Аверкия Таушева, и у других. Опять большими буквами. Божица после Христа есть дело уже худое. Видишь, как я о ее фразах сказанной Блаженным Апилатом снова расширяю и бью. Опять поясняю расширяю и бью. И теперь священники глядят, а у меня этих слов там нет, у меня есть потрясшее здание. Посмотрят, так правда есть, а как я мог не видеть. А вот это типа как говорится, не по шарам, вот оно увеличено, вот, посмотри, эти слова небо и блаженного фефилакта. Вот что сделано. Оживить фефилакта. Однако, вот что говорят об этом святые отцы. Клятва вообще запрещается, тем более достойное осуждение клятва, данное в злом деле. Святой Василий Великий, весьма плохо и давать клятву, и требовать ее. В обоих случаях оскорбляешь правду. Как избежать клятвы? Приобретем такие нравы, которые бы внушали доверие. Избегай всякой клятвы. Но чем же уверить других? Словом и жизнью, удостоверяющей слове. Сделай, чтобы посредником твоим были твои добрые нравы. Святой Григорий Богослов. Видите, ответ какой. Добрые нравы. Ты никогда не говоришь неправду. Выверил, а если случилось, нечаянно. Ну бывает так. Да, бывает. Я говорю, завтра дождя не будет. Почему? Я прочитал в интернете. Она сказал, так говорят в интернете. А я не сказал эти слова. А когда приходят, ну и до дождя не будет. Я про это понадеялся. Призвал своих братьев и сестер помогать на стройке. А тут дождь такой солгал. Но меня вели в заблуждение. В синоптике это кажется было какое-то там соревнование или как называть конкурс в какой-то скандинавской стране. Кто чаще всех государственная организация врет? Больше всего на кого обижаются? И все ответили синоптики. Вот они говорят врут, врут, а бывают и наши эмоции правду скажут. Как у одного отца пять сыновей был, один выходит. Вот судя по всему погода хорошая будет. А другой говорит нет, ласточки низко летают, дождь будет. А тот пасмар будет дождь, отец говорит, я всегда знаю, какая завтра погода будет. То есть они все захватывают разный уровень. Но в Писании не так. Здесь четко ясно, нет, никогда, нигде, ни разу. Дальше. Соглашайся лучше понести ущерб, чем дать клятву. Преподобный Ефрем Силин. Поистине если клясться дело дьявольское, то такому наказанию подвергнет нас преступление клятв. На нарушение. То какому наказанию подвергнет нас преступление клятв? Тяжек этот грех клятву, потому что не кажется тяжким. Потому я и боюсь его, что никто не боится его. Потому эта болезнь и неизлечима, что она не считается болезнью. Бог угрожает разрушить дом клянущихся, чтобы этим наказанием сделать других более благоразумными. Принуждающий клятвий еще неизбежнее, чем тот, кто клянется. Подвергается наказанию равно как и тот, кто клянется, когда никто не требует. Если кто не желает прекратить клятвы, то я запрещаю такому человеку переступать порог церковный. Ох, как страшно! Клятва поистине есть сеть сатанинская. Освободимся от этой сети, уборимся заповеди Господа. А это священники сейчас принуждают и царской России. А дело-то сатанинское делали, это мой Бог разрушил все, полетело. Приучим себя к лучшему, чтобы простираясь вперед и исполнив эту и прочие заповеди, сподобиться благ обещанных любящих Бог. Клянущиеся не могут представить в свою пользу никакого оправдания, кроме пренебрежения к имени Божию. Умоляю вас, помните об усигновенной главе Иоанна. Она как бы говорит, ненавидьте моего убийцу клятву, святой Иоанн Златоуст. Вот а что прочитали? Это в комментарии. Я вставил из-за нас Златоуста, Василия Велихова, Григория Богослова, Ипрема Сирина. Это мои комментарии. Я собрал 100 клятву и говорил. А вы добавили, но там другим шрифтом отчеркнуто. Еще я добавил, что неправильно толкую те православные священники, которые говорят, можно клясться, если ты выполняешь клятву. Я привел святых отцов. Вот они подряд сидят с нами за столом. Теперь разговаривай с ними, не со мной. Я дополнить хочу. Вот слова Златоуста, Яна Златоуста, что он не кажется другим чашким, а мне, что он такой чашкий. Вот эти слова взяты второй том, первая книга, слова огласительные. Там еще даже больше, он еще увеличивает, как говорится, этот грех. Ну, как в проповеди своей. Да, дальше. Это выписку. Да дает ли кто верную клятву или нарушает свою клятву, подвергается наказанию, поэтому избегай клясться и несправедливо и справедливо, преподобный Нил Синайский. Его мало кто знает, Нил Синайский. Вот все надо было собрать о гордости, о святых отцов и поставить. Это немалый труд. Как они завидят комментарии, священники лютуют на меня, ужасно. А он святой, святой у всех, у старообрядцев, у новообрядцев. Не клясться, значит и не требовать клятвы. Ибо если не хочешь сам клятвы, то и от других не потребуешь клятвы по следующим двум причинам. Вопрошающий или стоит в истине, или напротив того, лжет. Если человеку обычно стоять в истине, то без сомнения он и до клятвы говорит истину. А если он лжец, то лжет и поклявшись. Преподобный Исидор Пилосиот. Исидор Пилосиот. Ну кто его знает? А это святой, там 4-8 век. Тем более недопустима никакая клятва или присяга к безбожному светскому государству. Опять выделено. Божиться после Христа есть дело уже кудое. Все. Третий раз опять крупными буквами и снова впечатывается. Вот это комментарий. Понимаете, вот здесь, которое место указано, говорит, и нет никакого оправдания клятвы. Вот сегодня священники учатся друг от друга, как Булгахер пишет. А ни книги, им не нужно, ничего нет. Пришел человек подошкой мокрой или кисточкой крапит, это крещеное считается. Но какое же это крещение? Когда Иисус и Иоанн креститель крестил на Иордании, Филипп и Елух оба сошли в воду. Все об этом говорит. И при том крестят вот так вот как попало, наверное, 99 из 100 священников. И это оправдывает. И как они на меня взглядятся? Вы перекрещиваете. Кого перекрещиваете? Он не крещеный? Он обманутый был? Перекрещивания никакого нет. Так это обливание? Обливания нет. Говорим обливание. Обливание стоит, который пришел. И возможностей у него нет. Ну, клиник. Клиник, человек в клинической смерти побывал. Он раздетый. На него возливают ведро воды на всего. Во имя Отца. Второе ведро во имя Сына. Третье во имя Духа Святого. Это обливались. А это ничего нету? Вот мне только вчера, сегодня. Я алтарник, я молодой там. А батюшка не хочет, как попал в кресле там. Что я должен делать? Я помогаю ему. Один пишет, другой. У меня там всюду письма идут. Я говорю, у меня все это отвечено. Заходите, смотрите на ролики. А какое оправдание? Никакого. Никакого. Просто безумие, проклятие. Проклятие. 48 глава, 10 стих Порока Иеремии говорится, проклят, то дело Господне делает небрежно. Это дело Господне? А куда более небрежно, то он не раздевается, ничего нету. Дело Господне делает небрежно. Проклятый. Не благословенно, а проклятый. Так а что вы проклинаете? Я не проклинаю, я считаю Слово Божие, а ты прислались к Нему. Прямо лютует, он лютует. Вот это особенно последний месяц, как скажешь, цепи сорвались на меня отовсюду. И за счет зависти. Вот крещение, как приняли люди, как тут развернулась компания, архиерею угрожают отмучать до кончины дней человека, но дальше не идут. Одному так вот, который был, потому священник, а не сам архиерея, священник, вот завтра суд тебе, иди к архиерею, все, ну хорошо, пожалуйста, но только все будет сниматься на видеоаппарат. И я все это дошло и дошло. А они сразу отступились и больше ни разу не пробуют. Какое простое лекарство. Вот подошла, матюшка что-то начинает. И не может батюшка ее убрать. Она митингует тут пришла, когда вора-то задержали, а у нее какие-то деньги потеряют в другом доме. Она, чтобы мириться, пошла искать сейчас все эти деньги, которые, может быть, истратили, и уже нет ничего. Никак. Батюшка подошел, говорит, найдите, снимайте ее. Она сейчас только в начале снимать, она как подхватила домой, она боится видеоаппарата, как огня. И я это знаю. И батюшка знает, какое лекарство. Тихое, спокойное. Проклят, кто делает Господне, делает небрежно. Прочитаем. Это без стих? Нет, дальше написано. И проклят, кто меч Господний удерживает от крови. Меч Божий наказывает. Ой, ой, да где Бог? Да почему он допустил? Тут невинные дети погибают. Да ой, ой, ой. Почему этот бесслан случился неойкой? А скажи, если не покаетесь, все так же погибете. Я был там, там нельзя бы стрел стоять. В таком виде, как стреляли, как рвануло, как горело. И там, сколько там детей, 300 с чем-то. И все фотографии. Там один грех какой-то, грех, который построил школу, пожилой. И его фотография, там, дети греческие, чеченские. Беслан захватили-то когда. Все. Это все разыгранная была программа. И они этот спектакль выполнили. А в верхах, которые, а они знали, я мыслю так, что заранее все было известно. Те, которые намещали, которые эти, освобождения не будет. Одну принесем жертву, и с террористами разговаривать больше не будем. Ни выкупа, ничего не будет. Они тогда ставят условия. Ваших отпустим, а все наших, которых поймали, выпустите. Теперь разговор окончен, отрубил Путин. Все, ничего нет. И прекратились эти захваты заложников. Кажется, после этого ни одного не было. Все накрыто. Так это жестоко. Выхода у правителя нет. Не суди. Я посмотрел, маленькие, я отвлекусь сейчас. Вот эти висят маленькие, ну, конуса, полконуса. А они для чего? Ну-ка отвечай. Это ты их навесил? Нет, но для него. Ну, нет, ты для него. Ну, вы сказать, убери. Я считаю, что они неправильно повесили. Кверх ногами надо повесить. По крайней мере, они пыль собирали бы. Вот так, висели бы. А когда вот так висели, а только одна муха или шмель может под них от дождя спрятаться. Они и так пыль собирают, что там сверху? Вот так, видишь, там пыль собиралась бы. Польза была бы. Так в каждом деле надо смотреть, к чему у нас приучают. Вот мы разбираем этот момент. Это все клятва. И что за этим стоит? По клинику, мужчина один попал в такую ситуацию, я считал, и знает, что он никогда не лжет. Видели, как убежал христианин и в этом направлении и решили, что у него. Полиция стущает. Кто? Полиция, откройте дверь. Зачем? Нам нужно проверить, туда ли он бежал, к вам ли забежал тот человек. У вас он или нет? А зачем я ему буду отвечать? Он открыл дверь, ему показывает, встань за дверь. Тут у нее вешалка. Он дверь открыл, дверь прикрыл, смотрите сами. Они заглянули, ну простите за беспокойство. И дальше. В другом случае, женщина уже в немолодых годах, там по 40 лет, первого ребенка родила, такие роды трудные были, а ребенок родился мертвый. И она полуживая. Ребенок живой. И врачи консилиум держат. Что сказать? Сказать, это значит подорвать ее силу. Решили так, сказать, ребенок слабенький, но живой. А ты потерпи, потом, когда тебе легче будет, она нам принесет, и ребенок решит, вражный бой, который, если правда может убить человека, пусть он умрет. Вот ответ. Это доктор Мартон Цент пишет. Датский проповедник. Если правда может убить человека, пусть он умрет. За рубежом там всегда болен человек, родным говорят, у него рак, ему говорят, рак, ты приготовься, осталось жить 3,5 месяца, точно сегодня за это. Сделай распоряжения какие. А он будет в панике у меня, он сейчас в приступе будет умрет. Ну все. Ты не бойся, что он умрет-то. Это как, может быть, рассказ, а жена спрашивает про сейчас, ну и как там, мой муж в реанимации, или где-то, да, мы из реанимации его вчера вывели. Правда, ходить он не может, пища не переваривается, дышит так-то, ну ничего, полгода у нас пролежит, потом в санаторий, вам платить придется за ним, в санаторий, вот она дозрела, ой-ой-ой, да напрасно. Помер, не переживай. Он меня тогда утешает. Она, завтра, что я теперь буду делать? Денег нет. Он говорит, да ладно, не переживай, я пошутил, он умер, умер. Давай. 38-39 стихи. Вы слышали, что сказано, око за око и зуб за зуб, а я говорю вам, не противься злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, проти к нему другую. Исход 21-24. Закон из снисхождения допустил право равного возмездия, дабы не обижали друг друга, и дабы обидевший боялся подвергнуться тому же, чему подвергся обиженный. Злым называется здесь, злым называют здесь дьявола, действующего посредством человека, показываясь им, что бьющий распаляется дьяволом. Итак, уже ли дьяволу не должно противиться? Должно только не обратными ударами, а терпением, ибо огонь гасится не огнем, а водой. Впрочем, не думай, что здесь говорится только об ударе в щеку. Нет, но и о всякой другой обиде. То есть речь идет о физическом наказании, в ответ. Раньше как было? Зуб за зуб. Удали, зуб вылетел. Вызвал судья. Было, было так. Зубило подставили. Какой зуб? Точно. Щук ему, зуб тебе в руки, и ты говоришь, зачем тебе сидеть? А у нас не так. И когда закон Христов стал известен, все поняли, христианство каюк. В первом поколении все будут перебиты. Мстить-то нельзя, и никто их не боится. Ну и так понятно. Так не бывает. Но оказалось, все, которые так думали, никого нет. Все рухнуло, а христианство стоит. И не потому, что за вещь взялись. Что-то сказал не так. Если я не ошибаюсь, Тихон Задонский. Разговаривал с каким-то там дворянином, и тот размахнулся, как даму по щеке. Епископу. Он сразу упал на колени, говорит, прости меня, ударь по этой щеке. Тот сразу повалился, упал ему в ноги. Владыка, что я сделал? Да помилуй, Господи, меня, все кончилось. А размахнулся, попробуй. Как солдат в швейках. Старшина подошел, чем пахнет он? Смертью. У нас не смертью, благословением. Чем пахнет? Вы слышали, как у нас баба Нина сидит Васильевна, у нее Сашка во дворе стоит, с кем он разговаривал, неизвестно-то. И он дулю показывает, а она ему, ты чего, Сашка? Он сразу. Вот так вот, дулю-то перевел, все. Два каста, как епископ, митрополит, старообрядческий. Ребенок даже знает, что. А если вот так показывать, это знак сатаны. Все президенты, артисты, сатанисты. В Москве накрыли булку экстрасенсов. 121, кажется, человек. Какие деньги брали? Бабки последние пенсии везли. Но накрыли. Экстрасенсы ни одного не оказалось. Обман. Он колдунов всех собрал. Какие обещания давали? Я сегодня прочитал. Господь все-таки касается людей. Ну, а кто тебе виноват, что ты пошла туда? Твоя жизнь кончилась. Ты благодари Бога, что тебе столько доживешь-то. А государству-то пенсионеры, они не нужны. Сейчас он сколько толкует-то повысить пенсионный возраст, чтобы, ну, как в Германии, в 70 лет на пенсию. А он, надо 70, половина не доживет. Пожалуйста. Речь идет не о пенсии. Нашим пенсионерам кают. Им никто ничего не дает. Их держат-то в домах. Почему? Везде. Внуки ждут, когда пенсии. А тут еще нету. Они на хлебнике. Вот тут тогда в деревне они попрут. На даче. Начнут сожрать что-то. Они на щитиленке опахать будут. Хоть запрягай. Давай, начнем. Сороковой стих. И кто захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. Толкование. Отдай ему и верхнюю одежду, когда поведет тебя в суд и станет делать тревогу, а не тогда, когда просто будет просить ее у тебя. Вот смысл такой. Вот встретился любой хулиган. Отдай мне твою рубашку. Ну, костюм я ему отдам. Подобную и отдам. А рубашку-то? Без рубашки-то ведь будет холодно. А однако вещь идет не об этом, что подойдет какой-то пацаненок и будет требовать. А когда судья, суд, по каким требованиям, не знаю, по налогу или что-то. Вот так. Я вопрос-то вам задал не случайно. Почему я раздевшин? Я посмотрел фильм «Зоны», когда они все им там душняк над ней устроили, Светлана Абольфовна. Ну, они не отвечают и отключили батарею. Они там все. А один там из Шечни он разделся, вообще совершенно до пояса был и сидит. А они все загнулись вот так вот и начали стучать друг на друга и начали их там упрекать. А я вижу, оделись, такую страсть насыпляли на себя. Все они. Посмотри, какие шубы, какие воротники. Так все спрашивают, у меня лягушащая кровь, холодная, как в глубоком колодце. Савортируй с ним. И кто примудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Толкование. Самое тело твое оттай, если кто насильно потащит тебя и сделает для него более, нежели сколько требует. Все. Ну, опять же, это делает противник. Они так, блажение давать, нежели принимать. Ко мне подходят, одна из местных и говорят, блажение, так вот вы мне и давайте, чтобы вам быть блаженными. А ты-то кто тогда будешь? Два поприща. Одно. Я сейчас приду и скажу, у меня с прудами завал, рабочих не хватает. Леша, кончайте со своими сараями. Переходи ко мне на один пруд, а на второй два поприща. Еще получится. А если по Евангелии, то я должен поскорее закончить, да прийти к нему на помощь сколько возможно. Помочь ему. Вот так. Мое дело нельзя бросить. Оно все погубит, все, что мы делали. Если погода хорошая, попутно сказать, на этой неделе, может у нас получиться, что пойдут и те, и другие, и песок, и пиломатериал. 42 стих. Просящего у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отращайся. Ну, кто исполнял это? Враг ли то, друг ли, или неверный просит, притом у тебя денег, или другого пособия, дай ему по твоей возможности. Взаймы же дай не с ростом, но простой займ для пользы ближнего, ибо и во время подзаконное иногда давали займы без процентов. Удивительно, для евреев без процентов давали. Вот, простые вот эти заповеди. Он просит у тебя, вот ко мне приходят, я на работе. Они ко мне на работе, на базе, приходят за складом. А куда тебе? Да у меня вот такое дело, шапки новые купить надо. Обойдешься, это вполне хорошее, до свидания. Другой заходит, нужно хоронить тетку, тетку оберло, ну, это важное дело. Ты не обманываешь, Ваня, нет. Ну, я ему дал. Вот она, жена его, Катя, пришла. А Ваня приходил к вам, приходил, еще деньги занял, тетку хоронить. Я же все-таки скажу, поеду. Как это так, он смел ее похоронить, тетку мою? Тетку. Вот у меня на работе только, и так, нет, 32 должника было. Но если он не отдает, я говорю, допустим, на неделю, до палочки, он не отдает. В следующий раз приходит, верни сначала ту, он говорит, вот, а кто мне долго не возвращал, больше не приходи, до свидания. И они бежали, говорят, палочкой в ручалочках. И вот заходит один, я говорю, да ты вон уйди, у кладовщиков, у них всегда деньги есть-то. А я ходил, нет денег. И тут идет, это Марина, я ее заходил, сейчас я спрошу. Так, деньги есть? А сколько вам надо? Я говорю, иди, больше еще не надо. Они только один вопрос задают, сколько надо? У меня поехал шатер с работы, из Барнаула, в Новосибирске, какая-то авария. А он меня довез до Устиновых, до Володи. Ну а в городе брошена машина, там раскулачена, здесь 130, что ли была такая. И он нашел их, и они ему дали. Знаю про него только то, что он со мной приехал. А деньги-то немалые, машину надо тащить сюда. То другое. Да, он всю жизнь помнил это. Вот я где был. Первый раз люди видят и дали мне такие деньги. То есть надо смотреть, спрашивать, для чего ему нужно. Я всегда спрашиваю. Если это пустое, никогда не дам. Нам это позволяет, за благоразумно поступает. А он, может быть, деньги эти худые стратит. А если он выпьет, да что-то наделает на твои деньги, Господь пополам будете делить эту беду. Так, у нас ровно один час прошел. Все. Еще один вопрос задам вам. Почему вы мерзнете, а? Так, смотрите. Не нуждаемся в нем. Одену холодно. Сидел, стал и сейчас мерз. Призываю вас. Призываю вас. Молитесь слух, кто желает, братья и сестры. Отец наш Небесный, велика милость Твоя к нам, и позволь нам провести этот радостный час, как Мария Екода у ног Твоих. Слава Тебе за живое слово, понятное, на родном русском языке. Воздай переводчикам славу Твою, как много они сделали для нас. Благослови патриарха, епископов, священников, паству, и дам их всем духовное рождение. Исполни нас благодать и Духа Святого, чтобы мы слышали голос Твой, поступали по заповедям Твоим. И не увлекались человеческими похотениями. Благослови брата Акима, возврати его в мире. Тебе слава, за Всего Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Друзья, хорошие щиты сегодня, насчитывать материалы. Кто хотел бы? Внимательно, мужчина и беда. Но, дружи, хорошие щиты, считать, что мы все подзады, а мы все подзады. Ну, кто хочет? Дорманка. Дорман, тебе хорошо. Чтобы не кашлят и ничего, ровно записать на видео. Ну, что ли, вы не будем на улице, мы сейчас покажем погода какая-то. И как, что. И где-то оставься, замотаешься. Вечер на тучи, покажем, какой из себя береги. Сумочка на окне у нас, захватишь? Я не хочу почитать. Как вы нас встретили, мы всем рассказывали. Ну, если мама-то пригласит. Если пашни, прям сразу.